Немножко странно с этой программой, надо будет, наверное, мне террорить людей из Тиферетника. Короче, всем привет! У меня получилось так, что... Вообще, камера тормозит? Нет? Ну, Горбушкин потом и сочеткает. Короче, у меня получилось так, что я вчера из деревни приехала, меня словила одна клиентка, и я не успела сходить в магазин, хотя у нас магазин один работает вообще за часу ночи. Ну, и получилось так, что я, в общем, уже не дошла до магазина, а у меня в холодильнике мышь повесилась. Тупо еды нет. Вчера-то я хоть макарон сварила, открыла консерву какую-то, фарель, в виде сайры, в этом светофоре купленной, но и с макаронами захомячила за два раза. И, в общем, сейчас уже почти час дня, я еще не завтракала совершенно, и я, в общем... Да, кстати, если кто вдруг все-таки это будет тормозить, кто-нибудь понимает, в настройках, до того, как мне пойду на теплоедник, в видео, в плане, там, какой конкретно кодек, это, 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 можете мне написать в комментах, в личку ВКонтакте, или еще куда-нибудь, я буду рада. Потому что одни ваши лопли только что, видео тормозит, а голос нормально, проблемы мне не решат. Короче, я сходила до Магнита, а еще сходила, в первую очередь, на почту, потому что мне Алена с Украины говорила, что-то фокусировка пропала. Вот, короче, Алена с Украины говорила, что хочет мне послать кое-что, украинскую косметику. Ну, и, в общем, как бы по времени она должна была бы уже прийти, но так как я была в деревне, моя тетя была в отъезде, то как бы некому было проверить почтовый ящик, поэтому я тупо пришла на почту, показала паспорт и спросила, есть ли на мое имя. И внезапно есть. И есть, видимо, уже приличное время, потому что почтальонша спросила, а вы ее разве еще не получали? Да, вот сумочка от Моди, от Вики, от подписчицы, которой я в Москве встречалась. Короче, вот от одной подписчицы подарок, другой подарок в подарке, скажем так, от разных людей. Ну и, в общем, так, не покажу я вам этот адрес. Вот такая коробочка. Я ее еще не вскрывала, и я знаю, что там украинская косметика. Короче говоря, так как я очень хочу есть, но я решила все-таки попробовать опять эту камеру с этой программой. И, ну да, на Линуксе, Линукс Минт 19, уже 19. Я забыла, что на 19. Я вообще забыла, что я поставила другую систему, я приехала. Вчера думаю, что-то у меня как-то непривычно, неудобно, вообще непонятно, что. Какая-то программа-смотрелка не та, которая была, пришлось ставить из менеджера программ. Короче говоря, а, да, я еще купила лицензионную программу. Мы в Ави, Сюит, чего-то там почти за 2000 без десятки для монтажа на Винду. Впервые в жизни купила программу на Винду, лицензионную. Вообще, мне мой японист, ну, наш японист из Рендропс. Вообще, ну, мы с ним попутно в команде еще в своей. Мелкая команда внутри другой команды. Работаем, ну, он меня, короче, похвалил, мне это приятно. Сказал, что я перешла на другой уровень, типа, другой уровень видеоблогинга или как-то так. Для монтажа, и, в общем, она намного быстрее монтирует, чем другие аналоги. И, как я поняла, что все эти бесплатные куция программы, они как бы, ну, бесплатные куция программы. Само название. Короче, чего-то там не хватает или глючит. И я несколько часов и дней потратила в деревне на монтаж одного ролика, который уже на канале. И, в итоге, поняла, что если она... Я вообще думала, что на рублей 300 стоит, но не 1990. Ну, там какая-то, типа, скидка и оптимальный вариант. Вот я подумала, что вот именно все, что мне нужно. И, короче, OpenShot, которым я редактирую обычно видео на Linux, оно есть для винды. Но на 64 бита у меня, ну, на 32 бит. И, короче, в общем, я решила, что пусть и там, и там, и будет. И раз у меня получилось так, что три компьютера, можно сказать, персонально. Вот этот компьютер-системник, да, нетбук с Asus, с Linux, где тоже надо было 19-ку переустанавливать. И виндобук, который я, вообще-то, покупала для графического планшета для своего хобби Scanlate, который, как бы, второе хобби, не менее важное, я считаю, для меня. То, в принципе, надо как-то это все оптимизировать и использовать по максимуму. Может, получится там даже сделать какой-нибудь, типа, типа что-то. Типа, пока не буду говорить, потому что, как бы, не факт, что получится. Как говорится, чтобы не сгладить. Короче говоря, еще хорошая новость. Я говорила уже в блоге, но я еще не выкладывала это. Я писала только ВКонтакте на страничке. А тот блог, который выложила, он еще был до того момента, как это случилось. 31 июля сего года, 2018-го, наша родня, ну, в смысле, наша семья, моя родня, все-таки, наконец-то, смогла приобрести эту квартиру, потому что, где я живу, с апреля месяца. И я уже живу тут на правах не квартиры съемщика, а на нормальных правах. Как бы, наша эта квартира. Потому что люди, которые купили у нас квартиру ту, наконец-то, выплатили, догадались, не знаю, как сказать, выплатили нам деньги, что, в общем, все, мы с ними уже никак не связаны, они уже от нас вот так. Так что, теперь это наша квартира. Так что, в ближайшие дни я постараюсь делать и тур-рум, и тур-хом, и что в моей ванной. Вообще, я хоть и делала опрос, но планирую там, вроде, пока еще чуть больше, на один голос больше, на один мой голос больше, за что в моей ванной, потому что у меня, в принципе, вот я могу пока заснять только что в моей ванной, потому что в комнате, и вообще в квартире надо мне немножко убраться, хоть меня не было какое-то время, я перед уездом убиралась, но все-таки немножко тут маленький бардачок, и я вижу этот маленький бардачок, и как бы не хочется показывать этот маленький бардачок, хочется показывать, как вот оно есть на самом деле, как оно мне нравится. Короче, в общем, обзор покупки не только мне, еще и коту. Я купила себе сметану магнитовскую, ну, в смысле, она не магнитовская, она еще, может, где-то продается. Это у нас вообще Рыбинский район. Ну, в общем, Рыбинская сметана мне очень нравится, мне в деревне ее с собой брала, сделана она вчера. Я купила себе ярославское молоко, пол баночки, ну, пол литра в смысле, пол баночки 500 грамм. Короче, что-то вот, кстати, она магнит была под 55 рублей, что-то по скидке, может, она так и стоит. Я завтра планирую в Выдрю поехать, как бы, за молоком козьим, но так как мне хочется есть и что-то по-быстрому, то я вот взяла пол литра себе, вот, может, коту достанется молоко, цельное молоко, обезжиренное, гнона там, по-моему. А вот это чисто в Ярославле делала. Кстати, ярославское рыбинское молочко очень хорошее. Еще купила себе блинчики, я хотела такие блинчики с мясом. В принципе, они были там типа по скидке 46 копейками, 47, грубо говоря. Я уже такие как-то покупала и с мясом, и с творогом, и они, в принципе, неплохие семейные секреты. Так, еще я себе взяла ручки, потому что у меня тупо закончились ручки. На самом деле я собираюсь вот так поехать, помимо прочего, сегодня, и хочу найти там, надеюсь, там есть этот штрих, потому что в деревне у меня куда-то заныкали мой штрих, этот карандашик, который я покупала в магазине, в магнике в солнечном как-то его. А мой штрих, который я в спортивном нашем покупала, такой кисточкой, он тупо засох, хоть и написано, что он водорастворяемый, но, в общем, не помогло ему это. В общем, ручки. Да, я вот изучаю методом тыка японский в медленное печально уже 3 года с хвостиком. 3 года, да. В ноябре или в начале декабря, наверное, этого года будет 3 года, как я его изучаю. Ну, и так как я запоминаю лучше, когда пишу от руки, то надо мне ручки. В общем, красный и синий авторитеты были. Ну, так как там не было отдельно красно-синий или набор синих, или вот такой, то я взяла вот такой. Надеюсь, нормальные ручки. На всякий случай взяла себе карандашик, потому что я клеиваю карандашик. Иногда вот что-то надо подклеить, и вот, ну как-то. Вот карандашик. Обычно карандашик, клеящий карандаш 15 грамм. Вот. На нем даже, я хотела понюхать, а на нем какая-то слюдовая, видимо, этот, чтобы не касался крышечки. И еще я купила коту пожрать, потому что он вчера остатки корма доел своего этого китика-то. А так как его как бы надо чем-то кормить, у меня вообще есть однорыбная консерва. Подозреваю, что, да, кстати, бычки в томате, она, правда, у меня сейчас убрана, не смогу показать, которые продаются обычно в фикс-прайсе, и вот я покупала их же в светофоре. Видимо, мне в прошлый раз они тогда не понравились, но я забыла об этом. Я купила, и там, и там у меня было две банки, одну банку я в деревне. В итоге у меня ее ел, даже не ежик ел, а кошка наших родственников, потому что так получилось, чтобы у родственников были другие родственники в гостях с собаками, и кошка не могла попасть домой, боялась их. Короче, была бедная, голодная, беременная кошка, и я ей скормила, и она вполне себе съела. Мой кот-то отказался есть. Короче, в общем, я сначала думала эту консерву ему открыть, думала, вдруг он ее опять есть не будет. Думала, ну, куда-нибудь я ее потом делу, или отдам кому-нибудь, кто их ест. И, в общем, я купила ему пакетик пока вот этого фрискоса с курицей, что-то он 11-12 рублей стоил, не знаю, сейчас я грену вообще. У меня тут чек, вообще у меня все вышло на 205 рублей 40 копеек, 205 рублей с копейками, грубо говоря, да, 11.90. Просто анцелярский карандаш, клей, точнее, я покупала. Зала, ручки, блинчики, корм, молоко и сметана. Вот такая у меня покупка была. Сейчас я пойду кушать, а потом буду разбирать посылку, и как бы это, запишу обзор и поеду уже по своим делам. Потому что мне приспичило купить швейную машинку, но, как я поняла, машинка в виде степлера, она какая-то вот, надо самой все это делать. Вообще посоветовалась с нашим японистом, он как бы косплеер, сам сшил себе это, свой тасплей, то, в общем, я поняла, что... Я определилась с выбором, поняла, что мне надо не вот такую, а немножко другую машинку. И еще я хочу сушилку все-таки купить. Так что, если повезет, то у меня сегодня будет такой большой шопинг. Если не совсем повезет, то небольшой шопинг. Ну или хотя бы посмотрю, что где есть, и потом, может, закажу или куплю уже выходные. В общем, вот такой видос. Я надеюсь, что у меня все тут нормально записалось. Сейчас надо будет найти программу, на которую нажимать, чтобы выключиться, потому что на чистом можно было нажать на кнопочку, и все это было. А здесь два отдельных окошка. Продолжение следует...